Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 10 главу апостола Павла к римлянам. Эта глава одна из самых потрясающих, потому что в ней говорится, в чем состоит наша с вами вера. Вера состоит в том, чтобы мы себя воспринимали как сыны перед лицом Бога. И если ты становишься сыном, обретаешь этот дух сыновства, это тебя и спасает. Это не только спасает в плане каком-то метафизическом, но это тоже исправляет твою жизнь. Слово праведность и слово оправдание очень трудно перевести на русский язык, потому что слово оправдание у нас слишком связано с языком юриспруденции. Оправданное это значит тот, кто в результате судебного разбирательства был признан невиновным или чья вина снимается, отзывается. И это значение тоже присутствует у апостола Павла. Но есть еще другое значение, которому трудно подобрать эквивалент, потому что это как образ расстроенного рояля, где ты нажимаешь на клавиши, а музыка совершенно не звучит, потому что каждая струна фальшива. И приходит настройщик и настраивает для того, чтобы все звучало именно так, как должно звучать. И поэтому человек это как некая струна, которая должна быть настроена согласно камертону. И Бог является этим камертоном, потому что отец это некий образ, и сын это тот, кто соответствует этому образу. Поэтому слово оправдание вот есть как некая настройка. Настройка как некое преображение согласно тому эталону, которым является Бог, отец. Вот в чем означает оправдание через сыновство. Когда сравниваешь разные переводы этой главы, то ты видишь, насколько мысли переводчиков отличаются. И так же, как и древние рукописи тоже имеют свои разночтения. Все это говорит о том, что мысль апостола Павла – это живая мысль, совершенно потрясающая. И здесь нет какой-то законченной доктрины, четкой схемы, богословия, которую можно воспринимать как математическую формулу. Скорее, это изложение мысли, живое слово, которое в сердце должно пробудить ответ. И именно в сердце рождается понимание этого текста. И еще эта глава нам помогает лучше понять, в чем состоит вера, в чем предмет веры. Слово «предмет веры» совершенно неуместное, хотя мы очень часто это употребляем, потому что Евангелие, которое несет апостол Павел, это не книга, как мы привыкли, Евангелие – это книга, это весть о том, что Христос воскрес, благовестие и суть его вести. Вера означает приятие, мы слышим, и более того, эта весть в нас звучит и приносит свой плод. Поэтому вера – это все равно, что сказать, воистину воскресе, но не только словами, но всем твоим существом и всей твоей жизнью. Вот что означает для апостола Павла вера. И если мы начинаем читать апостола Павла, исходя из его благовестия, то все становится более или менее на свои места. Но особенно слово «оправдание», вокруг которого очень много копий было сломано богословами, потому что мы слово «оправдание» начинаем понимать в соотношении со словом «осуждение». Но для апостола Павла очень важно, что воскресший Христос – это не тот, кто осуждает, не тот, кто обвиняет, потому что для него, для апостола Павла, «обвинитель» – это означает сатана, и это совершенно другое действующее лицо. Поэтому очень важно понимать слово «оправдание», «праведность» именно в значении милости, правды и благодати Божией. И мы увидим, как апостол Павел толкует Ветхий Завет. И в действительности важно то, как ты толкуешь, правильно ли ты понимаешь Ветхий Завет, Священное Писание, видишь ли ты в нем весть о воскресении Христа. Начинается эта глава словами о том, что апостол Павел молится к Богу, умоляет Бога спасти Израиль. Апостол Павел обращается к братьям. И братья – это его собратья по вере, те, кто, как и он, принял воскресшего Христа. И он признается этим собратьям, и среди них есть иудеи, и есть вчерашние язычники, о том, что он непрестанно молится, умоляет Бога о спасении. Слово «спасение» мы с вами говорили, что это синоним оправдания. О спасении народа Израиля, чтобы народ Израиля не был отвергнут. Именно этого желает мое сердце. Сердце, как средоточие всего моего существа, всей моей утробы. Самое сокровенное, что во мне есть – желание моего сердца. Я свидетельствую, что у них есть рвение к Богу, но не по разуму. Они действительно стремятся к Богу и стремятся соблюдать завет, но как они его понимают – это отдельный вопрос. Вот это выражение «не по разуму» очень часто употребляется в нашем языке, когда речь говорится о людях, которые читают Священное Писание, но понимают его не исходя из Священного Писания, а как бы со своей колокольни. Читать «не по разуму» – это означает видеть со своей колокольни. «Ибо, не разумея Божьей правды, но свою стремясь утвердить, они не подчинились правде Божией». Вот в чем секрет зла, греха, падения некоторых людей. Им кажется, что они творят волю Божью, как они ее понимают, а в действительности они творят беззаконие. Просто потому, что они обо всем судят по своему разуму, а не по правде Божией. Видят события, реалии своей жизни своими собственными глазами и не хотят видеть их глазами Бога. «Но Христос – конец закона, чтобы праведен был всякий верующий». Для апостола Павла должны быть спасены все. И закон исполняется в личности Иисуса Христа. Что означает «Христос – конец закона»? Одновременно это означает совершение, последнее исполнение закона. Те, кто думал, что закон – это как некий список предписаний, условий, которые нужно выполнить для того, чтобы войти в царство Бога, могут успокоиться, потому что Христос их уже исполнил. И в этом смысле он – конец закона. Но одновременно он и совершение закона. Всякий, кто соединяется со Христом, уже соединяется с Богом. Вот Моисей пишет о праведности по закону. «Человек, Его соблюдающий, им будет жив». Но праведность по вере говорит так. «Не говори в сердцем своем, кто взойдет на небо», то есть, чтобы оттуда Христа не звести, или «кто сойдет в бездну», то есть, чтобы Христос из мертвых Христа возвести. Но что же говорит она? «Близко к тебе это слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть, слово веры, которую мы возвещаем. И этот эпизод, конечно, нужно читать с того, что находится в конце, потому что самое главное всегда говорится в конце. «Близко к тебе это слово, близко к тебе Слово Божие, близко к тебе закон в значении обетования. Близко, то есть, оно в твоем сердце. Царство Божие внутри в нас, и в этом смысле оно близко. Оно в устах твоих и в сердце твоем». Слово «уста» и «сердце» обозначают одну и ту же реальность, реальность человека. И они соотносятся между собой не как название каких-то анатомических органов человека, но как внешнее и внутреннее. Сердце — это то, что сокровенное в нас, это наше истинное «я», и оно где-то в глубине. «Уста» — это то, что говорит. То есть, слово, которое было внутри, оно себя обнаруживает, являет себя. Поэтому «уста» и «сердце» — это как внешнее и внутреннее. И очень важно, чтобы в человеке они были в полной гармонии и в единстве. И была между ними такая особая настройка, когерентность. И там, где мы думаем одно, а говорим другое, — это тоже синоним греха. Поэтому слово «близко к тебе», оно в твоем сердце, оно написано на скрижалях сердца, и оно в твоих устах. Имеется в виду, что ты проповедуешь устами. Ты несешь Евангелие, услышанные благовестия о воскресении Христа, другим твоим братьям. Поэтому оно близко. Еще очень важный штрих. Тоже мы считаем, что познать можно на расстоянии. Как говорит поэт, большое видится на расстоянии. Нам кажется, что нужно полететь в космос для того, чтобы увидеть какую-то реальность максимально полно и объемно. Иудейское понимание, семитское понимание, познание — это означает всегда приблизиться, войти в близость. Именно поэтому сказано не «другой человек», а сказано «твой ближний», «твой близкий». Истина — это то, что познается через сближение. Поэтому слово «откровение» — оно близко. И апостол Павел противопоставляет в этом ключе то слово «праведности», которое слово «по закону» или «праведность по закону», когда закон понимается как нечто внешнее, как некий приказ, предписание. Мы оказываемся вовне. Но есть другой закон, закон «праведности», который написан в сердце. И это есть слово веры. Есть слово закона, как чего-то внешнего, но есть слово веры. Но в идеале, чтобы они стали близкими, чтобы то, что реальность твоего сердца, она стала и реальностью твоего внешнего образа жизни. «И если будешь исповедовать устами своими, Иисус Господь, и будешь веровать сердцем своим, что Бог воздвиг его из мертвых, то будешь спасен, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это знаменитый фразеологизм, который вошел в наш язык, сердце верит к праведности, уста исповедуют ко спасению. И проблема Израиля, который не принимает Христа, в том, что для него концы с концами не сходятся. Хотя в действительности это две скрижали одного завета, это две половинки единого целого. Тот закон, который написан на скрижалих сердца, он и обнаруживает себя на устах. Здесь возникает очень важный вопрос. «Сказать Иисус Господь». Ну вот мы говорим. И что это означает? Что мы уже спасены? Это если мы читаем апостола Павла, исходя из наших предрассудков. В его времена сказать, то есть исповедать, что Иисус и есть Господь, Царь Вселенной. И слово «Господь» в языке апостола Павла всегда означает «воскресший», потому что именно через воскресение Христа Бог Отец является ему миру, что Иисус Христос его Сын, и поэтому Царь. Воскресение – это момент его царской интронизации, и поэтому Он господствует, Ему принадлежит мир, мир правды, мир, который сотворен Богом. И эта победа Христа над смертью через воскресение означает победа над злом, потому что мы знаем, кто царствует над этим миром. Царствует смерть, царствует грех, царствует князь века сего. Но вот Христос своим воскресением уничтожает смерть, становится царем, и поэтому вот это исповедание веры «Иисус есть Господь, Бог Господь, и явись о нам», это есть пасхальное исповедание веры. В действительности оно грозило смертной казнью, потому что слово «Господь» – это имя императора, и если ты говоришь, что есть какой-то другой Господь, значит, ты попадаешь под римские законы, ты оскорбляешь величие императора. Поэтому такое публичное исповедание веры, если кто-то вслух на площади говорит такую вещь, «Иисус есть Господь», мы знаем, кто есть Господь, Он не в императорском дворце, Он одесную Отца, Он воскреши, этот человек может поплатиться своей жизнью. Но человек, который принимает эту веру, ему уже все равно он готов поплатиться этим, даже своей жизнью. Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится», потому что действительно, воскреши Христос окончательно победил смерть, грех, Ему дана власть на небе и на земле, и всякий, кто поверит в Него, всякий, кто станет Его подданным, никогда не будет постыжен. «Ведь нет различий между Иудеем и Эллином, ибо у всех один и тот же Господь, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто бы ни призвал имя Господне, будет спасен». О том, что такое спасение, это очень длинный разговор, но здесь мы понимаем, что спасение получает всякий, кто в молитве обращается к Иисусу Христу, всякий, кто принимает весть о Его воскресении в своем сердце, и именно через это приятие Он и получает спасение, потому что для Него Христос становится в этот момент близким, Он становится реальностью Его сердца, реальностью Его жизни, и в этом и состоит спасение. «Но как же им призывать того, в кого не уверовали, и как им уверовать в того, о ком не слышали, и как им услышать без возвещающего, и как им возвещать, если не посланы?» Это вопрос, который очень часто задают современники наши. «Я бы хотел поверить в Бога, но как?» Потому что если я прихожу просто в церковь, иногда я попадаю на людей, которые скорее у меня отбивают мое желание верить в Бога. Как найти Бога? Как Его встретить? Как обрести воскресшего Христа? Как уверовать? И апостол Павел говорит, что вера — отслышание. Вера — это то, что передается через свидетеля. Лишь человек, который живет воскресшей жизнью, по крайней мере, в ком посторонний человек видит какое-то сияние вечной жизни, сияние веры, и поэтому семена какой-то новой жизни, верующий человек может быть по сравнению с неверующим более живой, воскрешей. Именно через это свидетельство можно обрести веру. И тогда в сердце другого человека зажигается этот огонь. Именно поэтому апостол Павел цитирует пророка Исаию. И как им возвещать, если не посланы? Как написано, «Как прекрасны стопы, несущих радостную весть о благе». Как прекрасны, как блаженны стопы благовестника, того, кто несет благую радостную весть о победе Бога в воскресении Христа. Здесь мы видим тоже очень интересный штрих, относящийся к антропологии апостола Павла. Точно так же, как сердце, это не анатомическое сердце, уста, это не только орган речи. Также и здесь стопы, ноги, это не только тоже анатомическая часть тела, это прежде всего хождение, шествование. Человек ходит перед Богом, вот что отличает верующего человека. Поэтому ноги, как и слово руки, это означает хождение перед Богом, это означает путь. И поэтому, как прекрасны, в данном случае тоже дела, того, кто несет благую весть. Не только его стопы, но и то, чем он живет. Но не все послушались благовестия, ведь Исаия говорит, «Господи, кто поверил тому, что слышал от нас?» И так веруют, если услышат, а слышат, если возвещается слово о Христе. То есть вера на языке апостола Павла, это не просто какое-то мнение или абстрактное убеждение, которое можно разделять или не разделять, а спаривать. Это не просто какая-то идеология, но прежде всего это слышание, потому что мы знаем, что слушать и слышать – это не одно и то же. Так вот, когда услышат, когда это достигает твоего сердца и входит в глубину тебя, вот тогда и рождается вера. Проблема с неверующими – это просто они еще глухие и не услышали. Либо слышат, но не слышат. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив сказано, «По всей земле раздался голос их, и до пределов вселенной словеса их». Но спрашиваю, разве Израиль не понял? Ведь сначала сказано у Моисея, «Я вызову у вас ревность ненародом, народ неразумным вызову у вас гнев». В действительности речь идет о том, что народ Израиля, как народ обетования, как старший сын, как избранник, будет с ревностью и с завистью смотреть на все окружающие народы. Все окружающие народы, языческие народы, будут для него предметом ревности, потому что это будут конкуренты. Поэтому сказано, «Я вызову у вас ревность ненародом и вызову у вас гнев язычниками, для того, чтобы вера в вас проснулась, а если она не просыпается, то ваш гнев будет вам в осуждение». И вот эти замечательные слова апостол Павел говорит, у Исаии сказано еще смелее, еще более дерзновенно. «Я найден был неискавшими меня». Меня нашли те, кто меня не искал. «Я открыл себя не вопрошавшим обо мне». И тем, кто обо мне даже не спрашивал, я себя явил. Явление – это всегда воскресение Христа. А Израилю сказано, «Весь день простирал я руки мои к народу непослушному и строптивому». Проблема тех, кто не способен принять веру, это проблема ожесточения, жестоковыйности, непослушания. Они не способны слышать, они строптивы. Таким образом, мы оказываемся не только в сфере какой-то нравственности, послушания как исполнения чего-то внешнего, но апостол Павел нас все время зовет открыть какую-то внутреннюю реальность Царства Божия. Послушание – это прежде всего отслышание, от чуткости сердца. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...